Улица Греха Улица Греха Неловкое спасение, пара напитков и провожание до дома, и вот Крис уже влюблен в Кэтрин, которая оказывается хитрой лисой с загребущими руками и алчными и коварными знакомыми. Узел на шее Криса затягивается, и он падает в пучину обмана. Лучшей и сильнейшей частью фильма я считаю сценарий и диалоги в частности. Это как раз то, что во много раз превосходит Метрополис, по вполне понятным причинам. Кино-то немое, и там сильно разгуляться не получится. Здесь же и общая сюжетная канва, и детали написаны замечательно. Ну, как минимум классно. История, несмотря на принадлежность к жанру нуара, отличается очень легким тоном. Что, кстати, обманчиво, но понимаешь, что это тогда, когда уже становится слишком поздно. Это выражается через отношение персонажей и подачу отношения к ним. Местная фем-фаталь Кэтрин – это еще не до конца сформированный традиционный образ. Что дает большую свободу как актрисе, так и зрителю. Главный герой… Ну, тюфяк ведь, которым помыкают, и который не способен распознать эти помыкания. Это не самый стандартный прием для жанра, уж точно. Не лишена история и неплохих поворотов, грамотного и нескучного повествования, а также шикарной развязки. Вот хочется мне описать концовку одним определенным эпитетом, но это будет так спойлерно, что придется ударить себя по рукам. Справедливости ради стоит отметить, что сюжет не оригинальный. Это экранизация романа Жоржа де ла Фошардьера, что не отменяет крутости сюжетного содержимого картины. Среди центральных тем кино, кроме подлых игр и манипуляций, есть и еще одна, которая мне бесконечно нравится. То, как мечты превращаются в иллюзии и обман. Как мечтателю по жизни мне очень близка эта тема, и она просто не могла не срезонировать. Отдельная вещь – диалоги. Они очень живые, очень яркие и очень хорошо написанные. Вот знаете, когда в кино сплошь диалоги функции, без какой-то выдумки, и единственное их предназначение – это давать сухую информацию и двигать вперед сюжет. Тут полная противоположность. Их главная черта – они не скучные, а также хорошо исполненные таким же хорошим кастом. В центре Эдвард Робинсон, Джоан Беннетт и Дэн Дюри. Робинсон хорошо показывает очень, ну очень наивного человека, которого поглощают мечты о лучшей жизни и искренней любви. Беннетт – еще не конченую, но алчную и неприятную падшую даму, которой хочется постучать по голове, дабы вправить мозги на место. А вот Дюри играет полного мудака, но мудака яркого. Его игра слегка клише, но для 2019 года, а не для 45-го. Второстепенные герои появляются на экране на очень маленькое количество времени, но и среди них можно найти и жемчужины. Например, жена ГГ. Ее стоит видеть. Про визуальную часть расскажу коротко, потому что основные моменты можно увидеть самим. Поначалу я хотел предъявить к фильму маленькую личную претензию в виде того, что у камеры очень, очень мало движения. И она почти всегда статична. Однако, затем я заметил кое-что, что убило эту мою претензию. Ланг использует окружение и объекты для создания крутых композиций в кадре. Именно поэтому камера статична. Редко, там где это возможно, режиссер также включает старого себя и добавляет немного размаха. Например, с эффектами. В целом, кино выглядит хорошо и приятно для глаза, и старость не мешает ему. Улица греха, несмотря на невыразительность названия, выразительно достаточно, чтобы посмотреть или пересмотреть ее и сейчас. Отличная история, хорошее актерское и техническое исполнение. Что еще нужно от фильма, я не знаю. Печать зла 1958 года. Про такого человека, как Орсон Уэллс, я не думаю, что нужно рассказывать подробно. Если и не гений, то близкий к этой характеристике, плюс человек со сложной судьбой. За всеми подробностями милости прошу в интернет. Статей и рассказов об этой личности множество. Стоит только знать, что печать относится к Уэллсу после карьерного триумфа. Город на границе США и Мексики. Посреди улицы происходит взрыв машины с видным предпринимателем внутри. На это происшествие слетаются все местные полицейские, а также проезжающий мимо мексиканский следователь Мигель, который ввязывается в это дело, несмотря на свой медовый месяц с женой. Как водится в таких ситуациях, никто еще не подозревает, в какую глубокую и широкую нору они попали. Если брать сюжет, то, к сожалению, мне хочется сделать скидку на время создания фильма. Но не получается. Все из-за одного хитрого Альфреда. Дело в том, что для детективной, истинно нуарной истории, сюжет здесь довольно обычен. Можно даже сказать, обыденен. Он неплох, ни в коем случае. Тут есть и внезапные повороты, и крепкий стержень, и классные персонажи. Но общий уровень ниже, чем можно ожидать от истории от Уэллса. Возможно, дело в том, что это адаптация книги, и сам оригинал не дотягивает до того же окна во двор, того же Хичкока. Сюжету не хватает, как я считаю, более сфокусированного подхода. В нем много персонажей, много событий, которые происходят параллельно. И при этом, местами, твое внимание размазывают по всему этому разнообразию. И от этого можно вообще потерять важные, но мелкие детали истории. А как все знают, мелкие детали в детективе – это самое важное. Вообще, весь фильм походит больше на театральную постановку. Это касается не только сюжетной части, но и всех остальных частей, подробнее на которых я еще остановлюсь. Как пример расфокуса истории. Когда фильм закончился, я так и не увидел достаточную первопричину убийства в завязке фильма. Я, конечно, не отметаю вариант, что это я тупой, но подобная ситуация – большая редкость. Но есть в сюжете и занятные или просто крутые вещи. Например, главный герой здесь не белый мужчина, а мексиканец. А вот как раз главный белый мужчина в исполнении самого Орсона Уэллса является главным создателем препятствий. И вообще очень неприятен. Для 58-го года подход как минимум нестандартный. И не намека на сраные SJW темы. Все очень органично. Может возникнуть вопрос, а в чем тогда гений Орсона? Его гений – в подаче. В подаче повествовательной, в подаче образов и визуальной подаче. О двух последних сейчас и расскажу. Органично сидят и персонажи для картины такого жанра. Главный герой – следователь. Умный, волевой, красивый и обязательно честный. Мигель Варгас не уходит от архетипа, да и какого-то особого развития у него найти сложно. Не вижу в этом большой проблемы, потому что этот фильм не про глубокое раскрытие образов. Главное, что протагонист выполняет необходимые функции, а там и актерской игры Чарлтона Хестона хватит. Которая, кстати, хороша в своих рамках. Вообще, все здесь играют очень и очень неплохо. Опять же, нужно сделать скидку на те методы актерской игры, которые были приняты в то время. Но это само собой разумеющееся, и ожидать иного было бы странно. Джанет Ли, которую вы все знаете по психо, не лишена харизмы, и она передает эту харизму персонажу. Жаль только, что ее героиня почти сразу же превращается в даму в беде, из-за чего раскрытия в ней еще меньше, чем у главного героя. Зато Капитан Куинлан исправляет нехватку крутых персонажей и представляет собой, хоть и довольно типичный, но классно реализованный нуарный архетип. Много не стану раскрывать, но он очень неприятный. В хорошем смысле. Действующие лица второго плана чисто инструментальны, но иногда не лишены каких-то прикольных маленьких деталей. Точно так же наполнен мелкими и крутыми деталями визуал. Не секрет, что Уэллс был первопроходцем в некоторых визуальных приемах и решениях. В частности, в работе с освещением. Здесь он планомерно развивает свои техники и использует такие, которые и сейчас встретишь нечасто. Например, фокус сразу на двух, а то и трех планах. Нередко внимание зрителя плавно переводят с основного действия на фоновое, через которое реализовывают уже монтажный переход. Такие вещи могут казаться пшиком, недостойным отдельного упоминания, но нихера подобного. С чисто художественной стороны это круто и это надо отмечать. Про легендарную начальную сцену, снятую одним шотом, и так широко известно. Добавлю только, что да, она крута и оправдывает свою репутацию. Про то, как оператор рисует освещением, тоже, думаю, говорить не нужно. Я все уже показал. А вот про постановку в духе театра стоит сказать еще раз. Сцены выстроены таким образом, чтобы создать ощущение театральности, и визуал здесь это только подчеркивает. Представить эту историю в виде пьесы очень легко. В музыке присутствует немало рок-н-ролльных композиций, что несколько контрастирует с происходящим. Но это используется как намеренный конфликт в определенных сценах. Печать зла хороша. В ней немало того, что можно было бы сделать лучше, но это ей особо не мешает. Фильм, конечно, может показаться кому-то скучным, и это нормально для старого кино. Но это не отменяет того, что это очень неплохая криминальная и нуарная картина. Не на уровне всего гения Орсона Уэллса, конечно, но это уже к сожалению.